Я рада всех приветствовать на своем канале. Каникулы у дочки закончились. Мы уже ходим в садик. Ходим в садик? Да. Ты рада? Второй день? Ну, пошли. Так что мы отправляемся в садик. Утро. Местами еще туман не разошелся. У нас вчера был дождливый день. Но сегодня у нас... Я вижу, как красиво солнце всходит. А сегодня уже дождика не обещают. Сегодня такие интересные облака. Не обратила внимания? Не обратила внимания? Смотри, какие. Кучерявые. У нас тут на улице два мужчины. На площадке, там, где домика нет. Сделали себе маленький огород. И вот сейчас мы к нему подойдем. Я хочу вам показать, какие там подсолнухи. И вот такие большие. Многие уже созрели. Некоторые вот такие. Кучками. И на фоне этих тучек. Дочку в садик я отвела. А сама направляюсь в магазин. Так как нас пригласили на юбилей. Я решила в этот раз попробовать сделать мужской букет. Так что иду что-нибудь купить для основной композиции. Потому что все остальные материалы у меня дома есть. Эту улицу я когда-то снимала. Эта вот дорога есть. Фонарики стоят. Парковочные места. Но как таковое застройки еще нет. Не знаю почему. Там только один домик появился новый. А здесь фермерские поля. О, дерево упало. Наверное, когда вот этот был большой сильный дождь. Там у него вдали стоят улья с пчелами. Полчаса в магазине. И дорога заняла ну очень грубо час. И посмотрите как уже разошлись все тучи. И опять у нас небо чистое-пречистое. Там детей. На траве еще очень большая роса. Первая неделя сентября. Уже осень. Деревья сейчас начнут уже понемножку менять свой окрас. Я очень люблю осень. Настолько много будет всевозможных красок. Фермер еще картошку не собрал. Хотя очень много полей еще не с собранной картошкой. Там вдали кукуруза. Кукуруза. Если те, кто смотрит меня давно, наверное, помнят тот ролик. Когда мы приехали из Болгарии, я показывала поле фермера, где была раньше клубника. И я тогда рассказывала о том, что он посадил на место клубники кукурузу. И я еще тогда удивлялась, как она быстро растет. Но эта кукуруза, представьте себе, она выросла. На ней даже появились кочаны. То, что может быть, что она еще даже поспеет до тех пор, пока ее надо будет собирать. А это поля с картошкой. Она уже полностью сухая. Но, наверное, фермер ждет, чтобы немножко просохло. Все-таки у нас теперь был довольно-таки сильный дождь. И надеюсь, вот там вам видно, наверное, лужи стоят между рядами. И вот я практически дошла до этого поля. И хочу вам показать, какая кукуруза. Кукуруза выше человеческого роста. Как красиво блестит роса на траве. И вот то, что я говорила. Это буквально за 3 месяца так выросла. И появились на ней кочаны. Она, конечно, зеленее всех остальных. Потому что у других фермеров уже снизу она желтая. Такая немножко сухая. Но тут некоторые кочаны. Вон даже почернела вот эта ихняя прическа. Так что они практически-практически готовы. Не все, но есть. Я уже дома. И пока светит солнышко, я пойду поставлю машину заправляться. Благо заправка у нас находится возле дома. И если я уже на улице, я вам, соответственно, покажу, что у меня происходит в теплице. Но пока мы не дошли до теплицы, тут вот так поживают наши груши. Правда, одна груша у нас упала. Но остальные прекрасно себе растут. Уже можно будет скоро их собрать. Вот эти клейки, ленты, которые я одевала на деревья, помогают. Но их надо часто менять. Потому что если много насекомых, точнее вот этих, которые вредят дереву, они так чернеют. И потом они ползают уже как бы по засохшему. На наших деревьях я меняла два раза. И на одном, и вот на этом. Также я покажу наши цукини. Вот оно такое было большое. Тут еще есть пару плодов, которые растут. Которые уже можно будет срывать. И вот они наши тыквы. Вот такие они огромные. Там вдали вообще очень-очень большая. Виноград, который уже поспел. Он там сидит. И теплица. И вот сколько их здесь повылазило после дождей. Как только проходят дожди, и они вот. Они все здесь. Помидоров уже не так много, но они есть. Вот те маленькие, еще очень-очень обильные. Также есть перец. Есть вот такие томаты. Уже сезон подходит к концу. Но вот этих томатиков больше всего. Вот такие они обильные. Там внизу мы уже все пособирали. А вот тут еще их очень любит собирать дочка. Ну и вот, что мне необходимо для составления букета. Но тут еще не все. Потому что я буду сегодня только все подготавливать. Разложу закуски по кулечкам. Вон там они у меня есть. Также проделаю с фисташками и с колбасками. Это все красиво укреплю на шпажках. А потом буду собирать. Ну и там в конце немножко, наверное, добавлю розмарина. Для того, чтобы было более праздничное с зеленью. Сегодня утро нового дня. Вот так выглядят мои цветочки. Алаказия за то время, как я вам показывала, выпустила еще один листок. Теперь у нее вот так. У меня появился новый фикус. Но и вот так прекрасно себя чувствует моя Монстера. Тоже выпустила уже за то время, когда я ее показывала последний раз. Это получается уже третий листок. Но цветочки я буду показывать вам в другой раз. Сделаю небольшой обзор. Также я планирую в ближайшее время покрасить вот эту полочку. И сделать перестановку со своими цветами. Потому что у меня немножко их добавилось. И надо как-то это все привести в порядок. Также хотела вам рассказать, что я планирую показать в ближайшее время. Так как если вы смотрели предыдущие мои ролики, я там в последнем своем влоге рассказывала о том, что после Баварского леса мы успели съездить в Австрию. И там провести пару дней. Так как они не выходили, они соответственно будут выходить вот теперь в ближайшее время. Там у меня не так много сюжетов. Но на некоторое время вы перенесетесь в Австрию. В австрийский Тироль. Также там мы гуляли по очень красивому городу. По ущельям. И я конечно же покажу, где мы отдыхали. Место было очень красивое. Были прекрасные три дня. Но это, как я уже сказала, будет в ближайшее время. Мы в этом году в августе никуда не ездили в отпуск. Оставались дома в Баварии. Только вот так периодически выезжали на небольшие прогулки. И вот что у нас получилось. Я вам показывала. Показывала Баварский лес. Где мы провели тоже три дня. А также я вам показала вот буквально пару дней назад. Показывала парк, который находится возле Мюнхена. В городе Поинг. Туда мы ездили уже получается после Австрии. В последние дни отпуска у мужа. У мужа был отпуск. У дочки каникулы в садике. И, соответственно, вот мы решили так провести эти дни. И хоть это и был конец уже. Практически конец августа. Но погода стояла очень жаркая. И теперь у нас тоже уже начало сентября. Сегодня у нас 4 сентября. И у нас до сих пор хорошая погода. Солнечная, теплая. Мы, может, даже сегодня съездим в бассейн. И еще мы в прошлые выходные съездили на фестиваль. И я там, конечно, полностью весь фестиваль не снимала. Потому что у меня есть небольшой ролик на канале. Я ссылку оставлю где-нибудь вот там. Мы были там в том году. И, соответственно, посетили его в этом году. И я там снимала только небольшие маленькие ролики. Шорцы. Они периодически выходят у меня на канале. Так что, если вам интересно, зайдите, посмотрите. На просторах интернета очень много есть магазинов самообслуживания, которые находятся в Германии. На улицах, в селах, в городах. И вот я сейчас нахожусь тоже недалеко. Возле одного такого магазина. Это там продают тыквы. И я хотела вам тоже показать, какие цены в этом году у нас. Вот таких точек с продажей тыкв и сезонной продукции у нас в городе. Довольно-таки много на каждом выезде. Также возле каждого села есть такая точка. А вот вы смотрите на те тыквы, которые мой муж вчера собрал и перенес к нам в сад. Вот такая она большая. Я поставила мячик, чтобы хотя бы немножко было видно, какие они большие. Ну вот такие. Я их планирую разобрать, почистить, сделать пюре. И то пюре использовать зимой на вафли, на кексы. Также печь хлеб тыквенный. Конечно, этими рецептами я поделюсь с вами. А сейчас я пойду готовить тыквенный суп. Для супа мне понадобится не так много продуктов. Я сейчас все покажу. Но полностью рецепт снимать я не буду. Так как он у меня есть на канале. Правда, очень давно. Может и стоит обновить. Посмотрю. Но сегодня я только расскажу, как я готовлю. Также вам покажу результат, который у меня вышел с букетом. Вот. На данный момент он выглядит так. Но он еще не до конца готовый. Потому что мне необходимо еще сюда добавить розмарин. Для большей яркости композиции. И я также сюда добавлю разноцветные перчики. Но это все вот сюда вставлю. И оно будет немножко разбавлено в цветовой гамме. Но вот такой у меня первый мой поздравительный съедобный букет. Надо будет как-то попробовать еще раз сделать. Мне понравился процесс. Интересный. Я не снимала, как я это делала. Потому что я насмотрелась всевозможных мастер-классов. И сделала как-то это по-своему. Ну вот. Так у меня получилось. Вот такой небольшой набор. Это сама непосредственно тыковка. Вот какая она. Ну, средненькая. Также я беру практически в одинаковых пропорциях картофель. Если 200 грамм тыквы, значит где-то 150 грамм картофеля. Один лук, чеснок, перец и морковь. Также можно использовать здесь в моем варианте петрушку. Теперь это надо все почистить. Суп готовится очень просто, быстро и получается очень вкусным. Я все почистила, все приготовила. В кастрюлю уже отправила лук. Теперь необходимо будет его поджарить. Точно так же я прожарю вот эти овощи. Чеснок, морковку и перец. Ну, а потом добавлю картофель с тыквой и овощной бульон. Овощи у меня прожарились. Теперь отправляем сюда тыкву. И картофель заливаем овощным бульоном. Солим, перчим. И готовим до готовности картофеля и тыквы. Потом это все мы будем пюрировать. Я буду при помощи блендера. Если очень хорошо разварить, то можно и простой толкушкой. И в самом конце будем добавлять сливки. Как вы видели, мы поехали все же таки в бассейн. Суп я решила доварить вечером. И так, что я теперь сделаю. Я его сейчас закипячу. Пропущу через блендер. Я уже его измельчила. Теперь добавляем сюда сливки. Даем еще раз закипеть. И можно будет кушать. Не забываем периодически его помешивать. Потому что он густой. Чтобы во время закипания не подгорел. Мой суп готов. И вот на такой ноте хотелось с вами попрощаться. Пожелать вам хорошего настроения. И до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.